Развод с мамой. Звучит странно, не правда ли? Обычно люди разводятся после того, как вступили в брак. Но разве мы вступаем в брак со своими родителями? Фактически, конечно, нет. Но очень часто многие из нас до конца жизни состоят в психологической зависимости от своих родителей. И, как правило, это не осознают. В ранней молодости на первой моей работе был мужчина примерно за 40 лет. И жил он со своей мамой. В то время я его как-то осуждала и не понимала, как можно в таком возрасте жить с родителями. Со временем жизнь мне показала один интересный закон. Заметила, что ситуации, за которые осуждала других людей, неизбежно происходили со мной. Вселенная как будто говорила, осуждаешь, значит не понимаешь, не принимаешь человека. Тогда испытай на себе, каково это быть таким-то или в такой ситуации. Простой пример. В подростковом возрасте я презирала людей, которые курят и пьют. И даже дала себе клятву, что уж я точно никогда такой не буду. Однако прошли годы, и незаметно я сама стала такой. И уже в этом зависимом состоянии поняла, как же эти люди страдают, как болит их душа. А алкоголь с сигаретами, как и прочие наркотики, это единственный способ стать хоть немного счастливее, расслабиться и убежать от болезненной реальности. Только тогда я прекрасно стала понимать людей, которые страдают, и смогла перевернуть эту страницу в моей жизни. Этот опыт научил принимать меня людей с зависимостями и себя. Ну и конечно же, так как осуждала взрослых людей со своими родителями, то не избежала и такого опыта сама. И вот мне за 37 нет, мужчины нет, и живу я с мамой. Внутри оправдываю это экономическими выгодами. Вдвоем легче жить, деньги за сдачу квартиры идут нам на расходы. Моя мама прекрасная женщина, и я ее очень люблю. Мы с ней искренне общались и понимали друг друга. Жилось нам очень комфортно вместе. Но, конечно, обе понимали, что-то в этом не то, и не может же так продолжаться до конца жизни. Где-то на просторах интернета нашла статью про сепарацию от родителей. В то время я только начинала интересоваться психологией и познакомилась со своим будущим мужем. Но мне очень сложно было оторваться от нашего с мамой нагретого уютного гнездышка. В этой статье предлагался тест «Насколько вы готовы к замужеству?». Суть была в том, что берутся любые фигурки, обозначающие себя, родителей, близких людей, и расставляются вокруг своей фигуры. Важно не знать до начала, как этот тест работает и в чем смысл. Расставив фигурки мамы, папы и будущего мужа и брата вокруг себя, я стала читать интерпретацию. Рядом со мной близко-близко стояла мама, чуть поодаль будущий муж. Папа очень далеко, и старший брат где-то был впереди и недалеко. Итог теста поверг меня в шоковое состояние. Оказывается, человек готов к браку, если расстояние между ним и фигурками родителей около локтя в длину. А у нас с мамой расстояние между ними было 2 см. Папа же был далеко, он давно меня отпустил, еще когда развелся с мамой. Будущий муж был от меня намного дальше, чем мама. Я не могла поверить. Выходит, что место моего потенциального мужа занимала моя мама. И пока это место занято, никто на него встать не может. Далее выяснилось, что мы с мамой были семьей, что-то вроде мужа и жены. Я для нее была психологическим мужем, работала, зарабатывала деньги, общалась. А она для меня была женой, которая убирает, готовит еду, создает уют. И мы довольно гармонично с ней жили, за исключением одного момента. Ни у кого из нас почти не было личной жизни. А откуда ей быть? Все места мужчин заняты. Еще я узнала, девушка часто не может выйти замуж из солидарности с мамой. Допустим, мама с папой развелись. Папа изменил и ушел к другой. Кто теперь папа? Ну, конечно, козел, подлец, предатель. И вообще, все мужики такие. Мама неосознанно от боли начинает транслировать всеми возможными способами свой жизненный опыт, свое эмоциональное состояние дочки, чтобы она не повторяла ее ошибок. Дочка из солидарности и любви разделяет мамину боль и страдания. Хотя предательство мужчины не является ее собственным опытом. Но она перенимает мамин опыт на себя и начинает избегать серьезных отношений с мужчинами. Это была история про нашу семью. Таким образом, начинают формироваться семейные сценарии. Еще большое влияние на жизнь девушки может оказать то, что такие истории довольно часто случаются с ее знакомыми и родственниками, бабушками и прабабушками. Я скинула эту статью про сепарацию маме и немного опасалась, что она негативно отреагирует. Но маму так все это тронуло, что она начала плакать. Сказала, что тоже уже начала задумываться, почему все женщины нашего рода по маме, она, бабушка, прабабушка, доживали свою жизнь в одиночестве, не любили и даже ненавидели мужчин. И что эта тенденция ее очень волнует, потому что она хочет, чтобы я жила счастливо в браке. И свою жизнь тоже хочет наладить. Мы долго говорили про это и пришли к выводу, что надо расставаться. Но не в смысле забыть друг друга и отвернуться. Такое просто невозможно. Уже очень сильно мы любим и ценим друг друга. Просто выводить наши отношения на новый уровень, на уровень свободы, уважения, принятия ответственности за собственную жизнь. На следующий день мама написала мне письмо от руки, в котором отпускала меня и давала право мне жить своей жизнью, о себе своей. Письмо было большим и очень личным. В нем были прощения, благодарность и благословения моей новой жизни. Мама читала вслух, и мы с ней плакали и обнимались. После взяли ручку, поставили дату и свои подписи. Через какое-то время я со спокойной душой переехала к своему будущему мужу. А мама занялась своей жизнью. Однако это был только первый шаг – осознание, разделение и отпускание. Так как наши привычки, реакции и модели поведения меняются довольно медленно, то еще несколько лет периодически приходилось анализировать и прорабатывать всплывающие неприятные моменты. Например, мама, привыкшая получать от меня деньги на жизнь, как от мужчины, совершенно расслабилась. А тут вдруг выяснилось, что ей самой надо себя обеспечивать. Мужик ушел из семьи. Включились с ее стороны манипуляции и игра в бедняжку. Сначала со мной, потом и с мужем. Она пыталась убедить своего зятя, что если бы он ее любил, то содержал бы и оплачивал бы все ее расходы. А так он ее не любит и плохой. Однако в обратном направлении это ее убеждение не работало. Была и обида, и ревность с ее стороны, а с моей чувство вины и стыда. Я понимала, что мной пользуются и обесценивают все, что я когда-либо делала для нее. Как говорится, сколько ни старалась, все равно осталась плохой и должна. Всего оказалось мало. Мы с мужем доносили до мамы свои чувства. Она делилась своими. Я работала с психологом. Она читала статьи по саморазвитию. Иногда мы серьезно ругались, а потом мирились. В итоге, шаг за шагом, примерно года за три, мне удалось отстоять свою позицию. И отношения с мамой выстроились на уровне «я дочка, она мама». Все встало на свои места. «Мама, твоя жизнь — это твоя ответственность, ты взрослая, и можешь заботиться о себе самостоятельно. Я не твой муж, и не моя ответственность финансово обеспечивать тебя. Это ответственность тебя самой и твоего партнера. Если что-то случится в критической ситуации, я однозначно буду помогать тебе». А сейчас я направляю свои ресурсы на устройство своей жизни, на себя и на развитие своей семьи. «Мама, когда я вижу тебя слабой и беспомощной, я как будто бы забираю у тебя твою силу и ответственность. А ты, играя в игру бедной и несчастной, лишаешь себя своей силы и ответственности. В результате, перестав играть в игру со своей стороны, через время мама наконец поняла, что она сама несет ответственность за свою жизнь. И что ее жизнь в первую очередь зависит от нее самой. Она занялась личной жизнью, озаботилась, где ей получать больше денег и ожила. Сейчас она более энергичная, чем была, когда я ее жалела и подыгрывала ей, какая она несчастная, как тяжело сложилась ее судьба. Ее претензии к нам сошли на нет. Наши с ней отношения стали еще лучше, чем были. Я люблю ее всей душой. Вот так я развелась с ней, как мужчина с женой, и обрела в ней маму и только маму. Мы стали двумя свободными личностями, которые делятся своим опытом и самым сокровенным, при этом уважают путь и выбор друг друга. И я не потеряла ее, а обрела еще более любящую и понимающую, заботливую и самостоятельную маму. У нее появились свои личные интересы, знакомые, своя жизнь и мечты. Да, в начале на этапе конфликтов это было непросто, но наши взаимоотношения изменились очень сильно. Сейчас могу сказать, что полностью понимаю и принимаю взрослых людей, живущих со своими родителями. Ведь всему есть причина. Они поступают наилучшим для себя образом на данный момент их жизни. И я прошу прощения у того мужчины с работы, что когда-то не понимала и осуждала его. Но чтобы расти и развиваться, человеку очень важно быть самим собой, жить отдельно, строить свою жизнь по своему желанию. Родители могут обеспечить поддержку, любовь, принятие и тоже быть счастливы и жить своей жизнью. Так что благодарю Вселенную за такой интересный опыт в познании себя. Ведь все мои тяжелые проблемы и ситуации привели меня к изучению психологии, коучинга, РПТ, эмоционально-образной терапии, методов диагностики предназначения, внутреннему росту и развитию. Это одна из причин, почему я стала психологом. И жизнь моя поменялась в лучшую сторону. И сейчас я радуюсь возможности делиться своим опытом и помогать людям значительно быстрее достигать желаемых результатов. Если у вас нет личной жизни или вы зависли в непонятных взаимоотношениях с родителями, мужчинами, рекомендую обратить ваше внимание на родовые семейные сценарии, на ваши роли, которые проигрываете с родителями и с партнерами, на фоновые чувства и эмоции, с которыми живете большую часть жизни. Осознать сценарии, принять, заменить их порой непросто, но они влияют на нас очень сильно. Первый и самый главный шаг — это осознание ситуации. Далее обычно рождается желание как можно быстрее всё изменить. Изменив подсознательные программы, в жизнь приходит внутренний покой и понимание, что мы с вами сами творим свою жизнь. Это реально стоит только захотеть, а возможности всегда найдутся. Спасибо, что развиваетесь и ищете себя. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!